И сегодня особенно приятно представить Наталью Проскурину, которая будет нам говорить о чувстве вины после серии лекций, посвященных инотиянской духовности. Ну вот это больше, я так понимаю, это тема на стыке духовности и психологии. Ну не знаю, потом Наталья сама захочет, или нет, рассказать о истории этого исследования. Но Наталья наша выпускница Института Святого Фомы, именно поэтому я сказал, приятно ее представить. Кредитерская гордость. Ну и кроме того, у Натальи есть область тренингов и работа в этой области. Если она захочет, то она расскажет. Поэтому приятного вам участия. Добрый вечер. Я очень ловко чувствую себя в окружении техники, я в окружении людей, чувствую себя гораздо ловко. И поэтому большое спасибо, что вы нашли время и пришли. Потому что я живу, и все это гораздо... Для меня это гораздо ценнее. И помогите мне, пожалуйста, начать. Какая первая ассоциация, слово или образ, приходит вам в голову, когда вы слышите это слово «вина»? Просто первое, что приходит в голову. Именно первое. Низкоопущенная голова, вот идет, вот так вот. Вот так давит. Угу, давит. Угу. Наверное, груз и боль. Груз и боль. Спасибо. Детство. Детство. Одиночество. Одиночество. Ответственность. Ответственность. Угу. Ну, в общем, если посмотреть на все это в целом, и если вспомнить, что детство бывает не только радужным и легким, то, в общем, как бы общий фон наших представлений о вине такой достаточно тяжелый. И, наверное, поэтому преодоление чувства вины, именно преодоление, название темы преодоление, может быть ключевым словом. Но, жалко, что нет, не выплывает следующий баннер. Но чувство вины – это чувство. А всякое чувство дано нам как средство, чтобы мы его использовали во благо. И вот сегодня мы попробуем посмотреть, можно ли вот это чувство, которое ассоциируется с давлением, с болью, с грузом, с одиночеством, со стыдом, а еще со многими разными негативными вещами, можно ли его действительно, можно ли обращаться с ним так, чтобы использовать его во благо. Для этого придется начать с того, что же такое чувство и эмоции вообще. И еще одна ремарка такая общая. Все, что я сегодня буду говорить, вынужденно носит очень схематичный характер. Потому что времени немного, а тема эмоционально заряженная и очень большая. Но все эти схемы можно будет развернуть, и, может быть, когда-нибудь будет возможность это развернуть. То кратко и схематично начнем. Чувства и эмоции. Они имеют свое предназначение, они имеют свою функцию, и эта функция триедина. Во-первых, это оценка состояния внутренней и внешней реальности на текущий момент времени и своего рода прогноз на будущее. Второе – мотивировка. И третье – обеспечение энергии, тех действий, на которые чувство нас, собственно, мотивирует. Выполняя вот эту свою триединую функцию, эмоции и чувства обеспечивают связь между внешней средой, в которой мы живем, и внутренней средой, в которой мы живем внутри себя. И совершенно объективные последствия успешного выполнения эмоциями своей функции – это повышение биологической жизнеспособности. Ну, как бы наши предки не выжили бы ни будь у них страха и коллективного чувства коллективизма. Они помогают нам достичь психологической зрелости реализоваться в обществе. И они помогают нам достичь духовной зрелости, потому что чувства и человеческие отношения, в которые вступает человек, чрезвычайно тесно связаны. И поскольку Бог является некой высшей реальностью, то для верующего человека отношение с Богом – это самая ценная вещь, и чувства имеют к этому непосредственное отношение. У эмоций и чувств есть целый ряд важнейших свойств, которые не самоочевидны, и с которыми психология более-менее стала разбираться в общем сравнительно недавно в масштабах истории человечества. Хотя многое, конечно, понималось и было известно со времен Аристотеля. Значит, первое свойство, чрезвычайно важное – чувства и эмоции – это субъективные переживания, но они имеют совершенно объективные проявления и совершенно объективные последствия, то есть своего рода след. И этих последствий, и эти последствия можно разделить на две большие группы. Отец, не работает вообще никакая анимация. Я без этого не могу обойтись. Я буду продолжать пока, но... Просто старая версия пауэрпойнта. Значит, первая группа реакций – это реакции физиологические. Испытывая эмоциональное переживание, мы одновременно, ну или тогда в таком режиме, ну хотя нет, там тоже анимации не будет, мы испытываем, мы переживаем целую серию физиологических изменений. Изменяется сердечный ритм, скорость и глубина дыхания, изменяется концентрация и соотношение концентрации гормонов в крови, изменяется огромное количество биохимических показателей. И над всеми этими объективными проявлениями эмоций мы не имеем никакой власти. Практически никакой. Это происходит все само собой. Вторая группа реакций – это реакции поведенческие. Они имеют тоже огромный спектр от самых простых, вроде мимических реакций, которые тоже часто бывают совершенно неосознанные, автоматичные. То есть, когда мы злимся, мы сжимаем зубы, даже не задумываясь над этим. Но они же включают и такие сложные поведенческие последовательности, как спланированная и осуществленная постепенно стратегия смены работы, когда что-то не заладилось с начальниками. И понятно, что над поведенческими реакциями мы имеем гораздо больше власти. А многие из них являются совершенно произвольными, являются объектами нашего выбора. Так, ну следующий, наверное. У меня много, наверное, садится. Следующее свойство эмоциональной сферы, вообще эмоций человеческих, они гораздо древнее, чем сознание. И они гораздо древнее в эмоциональном смысле, и они закладываются гораздо раньше, чем сознание, в процессе индивидуального развития человека. И для того, чтобы с этим как-то разобраться, то есть для того, чтобы понять, почему, надо посмотреть очень схематично, опять же, на строение нашего мозга и на те центры, которые отвечают за эмоции. Значит, самая древняя часть мозга – это ствол. И он отвечает как раз за те физиологические реакции, которые нам не подконтрольны. Дыхательный центр, значительная часть регуляции функций артериального давления находится именно здесь. Следующий отдел мозга – средний мозг. В процессе эволюции он как бы надстраивается над стволом. То есть ничего не теряется в процессе эволюции, а всё только надстраивается, и в результате получается очень такая многоэтажная структура. Так вот, средний мозг, его возраст – ориентировочно 100 миллионов лет, и базовые эмоции – страх, гнев, интерес, удовольствие – именно средний мозг за них отвечает. Над средним мозгом настраивается так называемая лимбическая система. Она окружает средний мозг со всех сторон, как такой лимб. Ей примерно 50 миллионов лет. И взаимодействие между лимбической системой и средним мозгом – это основная регуляция вот тех простейших базовых эмоций, которые мы переживаем, и их проявлений, их в связи с особенностями ситуации во внешней среде. И, наконец, последняя и самая молодая структура для человека, она самая огромная – это новая кора или неокортекс. И сложные социальные эмоции формируются и управляются благодаря взаимодействию между лимбической системой и неокортексом. То есть даже в самых сложных человеческих переживаниях древняя часть мозга, лимбическая система принимает участие. И я упомянула уже, что это вот эти миллионы лет – это как бы эволюционный процесс, но в процессе индивидуального развития ребёнка от зачатия и до того момента, когда, можно сказать, что полное развитие достигнуто, последовательность, в общем, соблюдается. Сначала зло окладывается это, потом это, потом это, и только потом неокортекс. Причём я нашла работу, которая подтверждает, что только к 20 годам у человека полностью формируются способности к таким вещам, как стратегическое планирование. То есть развитие идёт гораздо дольше, чем нам иногда кажется. Следующая особенность чувств – они спонтанны. То есть это значит, что они возникают независимо от нашего желания. И они возникают просто как ответ на определённый раздражитель окружающей среды. И, естественно, это касается базовых эмоций. Это просто вы видите из презентации. Из скейптора. Ага. А, ну да, тут немножко больше видно. То есть вот та схема, которую так защищали бихевиористы бихевиористы в отношении, по крайней мере, базовых эмоций, она срабатывает очень хорошо. Есть стимул, он вызывает определённую реакцию. И из этого следуют два очень важных следствия. Первое. Отменить свою эмоциональную реакцию на какой-то тот конкретный стимул мы не можем. Мы можем изменить поведенческий ответ свой на эту реакцию, но отменить саму реакцию мы не можем. И второе. Эмоция возникает и разворачивается во многом без участия сознания. Особенно если речь идёт о таких эмоциях, которые базовые, не самые сложные социальные эмоции. Вот она возникает и разворачивается без участия сознания и только осознаётся потом, постфактум, когда мы находимся либо в процессе переживания, либо уже пережили. Но более того, она далеко не всегда и осознаётся. То есть есть множество чувств, с которыми мы живём, не осознавая, что же на самом деле мы переживаем. Значит, следующее свойство – эмоции и чувства интегральны и динамичны. С динамичностью это довольно попроще, поэтому вот пример. Базовая эмоция – гнев. Но в зависимости от того, какой интенсивности гнев человек переживает, это может быть от лёгкого неудовольствия, мимолётного, до ослеплённого иступления, в котором человек не помнит себя. И масса промежуточных вариантов – досада, раздражение, возмущение, злость, негодование и так далее. То есть одна и та же эмоция даёт нам целый спектр в зависимости только от интенсивности. Часто говорят о эмоциональном спектре человека. И по аналогии со спектром цветов можно было бы изобразить это, например, так. Но на это эмоциональный спектр человека не похож. В нём нет вот таких вот однозначных линейных границ. Он скорее похож вот на это, где всё перетекает друг в друга в самых невероятных комбинациях иногда. Но это ещё надо представить, что это в многомерном пространстве с гораздо большим количеством базовых цветов, чем у цветового спектра. И это ещё постоянно меняется, не оставаясь буквально ни одной минуты постоянным по интенсивности. И я несколько раз уже упоминала о базовых эмоциях. Так вот, базовых эмоций разные авторы несколько разные списки составляют. Но, в принципе, все сходятся на том, что их примерно 7 плюс-минус. И вот по плутчику список этих эмоций такой. Страх, радость, гнев, брезгливость, печаль, удивление, предвкушение, принятие. Поскольку есть базовые эмоции, то, наверное, должны быть и сложные. Вот сложные эмоции возникают как результат наложения базовых эмоций друг на друга в тех самых разных сочетаниях и по разной интенсивности. Причём сочетания могут быть не по два, а по-разному, в разных комбинациях и разное количество составляющих. И соотношение этих составляющих может быть разное. Например, вину можно разложить на стыд, страх, печаль и гнев. И, наконец, последнее базовое свойство эмоций и чувств – это они взаимодействуют со всеми другими составляющими психики и с внешней реальностью. Вот, если это уже понятно по их функции, но вот с другими составляющими, взаимодействием с другими составляющими психики. В своё время и даже в таком, скажем так, обыденном сознании до сих пор есть такое представление, что разум и чувства – это некие полюса, противоположности. Но чем больше мы узнаём о психике, тем больше становится понятно, что если это и противоположные полюса, то их лучше более адекватно представить так, как подковообразный магнит, полюса, который взаимодействует, и всё вертится, вся наша жизнь, вся наша внутренняя и в значительной степени внешняя жизнь вертится вот благодаря взаимодействию этих двух полюсов. И уже сказано было, что чувства имеют функцию, они многочисленны, разнообразны, изумительно устроены, но нам с нашими чувствами трудно. Иногда настолько трудно, что мне приходилось слышать буквально душераздирающие вопли одной моей клиентки, я больше не хочу чувствовать. Вопрос, почему нам с ними так трудно. И для меня ответ, собственно, содержится в библейской истории о грехопадении. И эмоциональная сфера, так же, как вся другая, как вообще всё существо человека, оно ранено грехом. Поэтому всё то, что было сотворено прекрасным, мы можем использовать во зло. Нам трудно понимать свои чувства, и тем более чувства других людей. Нам трудно понимать связь между чувствами и реальными событиями. Даже если мы это отчасти понимаем, разум может делать по этому поводу совершенно неадекватные выводы. Ну и из-за этого мы легко впадаем в заблуждение, мы начинаем использовать во зло то, что было дано во благо. И главное, что нам всему приходится учиться. Если реакция страха возникает инстинктивно, автоматически, то чувство вины, или чувство долга, или радость, вызванная красотой, всему этому нам приходится учиться. Ну и второе составляющее, второе ключевое понятие – это вина. И с виной тоже есть определённая путаница. Потому что мы используем одно и то же слово «вина», когда говорим о объективной вине, и когда говорим о чувстве вины. Чтобы это немножко рассортировать. Ситуация. Водитель проехал на красный свет, сбил пешехода, пешеход в больнице. Кто виноват в его ранениях? Водитель, потому что он нарушил общепринятое соглашение. И о вине в объективном смысле можно говорить, когда речь идёт о каких-то таких внешних по отношению к человеку событиях, и когда между действием человека и его последствиями есть причинно-следственная связь, и эта причинно-следственная связь – это нанесённый ущерб и причинённое страдание. То есть это как бы тот подход к вине, который более-менее используют юриспруденцы, хотя там тоже много всего добавлено. То есть объективная вина существует как факт реальности, внешне по отношению к человеку, чьи действия вызвали ущерб. То есть это факт объективной реальности, внешне по отношению к человеку. И для того, чтобы понять, существует объективная вина или опровергнуть это, нужно доказать или опровергнуть наличие причинно-следственной связи между действием и нанесённым ущербом. И в этом смысле вот те знатоки, которые ведут следствие, и верующий католик, который вечером совершает испытания совести, они занимаются примерно одной и той же деятельностью. И когда речь идёт об объективной вине, то тут необходимо чётко дать ответ, по крайней мере, на два очень конкретных вопроса. Во-вторых, вина за что? То есть надо определить, какой именно ущерб был нанесён. Характер этого ущерба, интенсивность и так далее. И второй конкретный вопрос, на который должен быть получен ответ, это вина перед кем? То есть это фактически кому этот ущерб был нанесён. И это может быть сам человек, может быть другой человек, и может быть всё человечество, может быть Бог. Чувство вины относится к внутренней реальности человека. Чувство вины – это эмоциональное переживание человеком своей ответственности за нанесённый ущерб и причинённое страдание. Причём только в том случае, когда этот ущерб и это страдание угрожают в значимом для этого человека отношении. То есть понятно, что мы считаем нравственным того человека, который чувствует свою вину за ущерб любому другому человеку, который он нанёс, просто потому, что мы принадлежим к единому роду человеческому. И здесь эти отношения значимы, значит, здесь есть место для чувства вины. Ну и поскольку чувство вины – это чувство, и оно предназначено во благо для достижения определённых целей, и в данном случае эту цель можно сформулировать как сохранение, защита, сохранение и восстановление значимых отношений, потому что человек, как существо социальное, вне таких отношений существовать не может, оставаясь здоровым, по крайней мере. То значит, поскольку вина имеет функцию, то значит, есть и некий конструктивный сценарий проживания вины, так, чтобы она эту свою функцию выполняла. И вот здесь приведена такая действительно очень схематическая схема. Как это может происходить? Живёт человек. Он, как любой живой человек, совершает какие-то действия. Он что-то сделал и узнал, что это действие имело какие-то последствия. Он прикидывает, а, это действительно из-за того, что я это сделал? И понимает, что да, именно это его действие вызвало вот такие, какие-то неприятные последствия. И реакция – упс, я нанёс ущерб. Важные для меня отношения под угрозой. И в этот момент, когда приходит это осознание, он испытывает острое чувство вины, такой своего рода, если это что-то серьёзное, то это своего рода удар. И это чувство вины побуждает его принять решение, принять на себя ответственность за случившееся. Поскольку эта ответственность объективно существует. Чувство – это чистая энергия. То есть это третий пункт из три единой функции чувств. И чувство вины генерирует достаточно большое количество энергии, и эта энергия расходуется на этой стадии, скажем, на принятие этого решения. Потому что принятие решения – это гораздо более энергоёмкая деятельность, чем нам иногда кажется. Особенно при решении важных и связанных с далеко идущими последствиями. Принятие на себя ответственности – это именно такое решение. Он принимает на себя ответственность, и это его побуждает к чему? К действию. Он выполняет действия, которые необходимы для того, чтобы устранить ущерб, или уменьшить, по крайней мере, его, и восстановить отношения. Вина, чувство вины побуждает его к этим действиям, опять же, подпитывая эти действия энергии. И вот в этот момент, когда он испытывает чувство вины, и потом переживает его ещё какое-то время, очень уместно вспомнить вот об этом свойстве чувства. Они интегральны и динамичны. Вот это острое состояние вины, оно не сохраняется долго. А при конструктивном, при правильном проживании его, оно довольно быстро трансформируется в другие чувства. Сначала в раскаянии, в сожалении о том, что так случилось. А раскаяние открывает двери более сложным социальным чувствам солидарности, сопереживанию, принятию, милосердию. И эти чувства, в свою очередь, тоже начинают генерировать энергию, которая используется на те конструктивные действия по ликвидации последствий ущерба и восстановлению отношений. Причём, если с чувством вины всё сделано, ситуация исправлена. Стимул, который порождал чувство вины, всё, он сошёл на нет, мы его убрали. И энергия, которая генерировала чувство вины, она тоже сходит на нет. А вот энергия, которую генерировали эти чувства, она остаётся, конечно, не в такой интенсивности, но она остаётся. И когда человек большую часть своих проступков переживает вот именно вот таким вот образом, конструктивно, то эта энергия переводит, делает эмоции, чувства, солидарности, сопереживания, принятия и милосердия не просто отдельными эмоциональными переживаниями, они становятся своего рода эмоциональным состоянием человека. Но для этого надо, чтобы вот этих последовательностей, конструктивного, здорового переживания вины за свои проступки было достаточно много. То есть нужно накопить опыт. Ну и вот сделано всё, ситуация исправлена, отношения восстановлены. Вот это вот, пожалуй, главный критерий. Стимул устранён. И чувство вины сменяется радостью и благодарностью за то, что отношения восстановлены. И эта радость, эти новые эмоции, они запускают новую последовательность действий. И что произошло с человеком? Это уже не совсем тот человек, который был вот здесь вначале. Это немножко другой человек, благодаря тому, что он получил новый опыт. Это очень простая, ну как бы, это схема, но даже при том, что она совершенно примитивна, видно, насколько она сложна. А в природе так устроено, что если что-то сложно, значит, есть много возможностей, что это сломается. И, к сожалению, именно так это, в общем, и происходит. Довольно часто чувство вины у человека вообще не формируется. связано это с тем, что формирование чувства вины очень тесно завязано на формировании двух других функциональных систем в психике человека. Это привязанность и стрессовая система. Вот, если вы помните, то вот эту схемку средний мозг, лимбическая система. Так вот, стрессовая система формируется на основе активности среднего мозга, отвечающего за базовую первичную эмоцию страха, и этой самой лимбической системы. И формируется она в очень раннем возрасте. И если там были какие-то нарушения, то стрессовая система может стать гиперактивной. Вот, с другой стороны, привязанность формируется благодаря лимбической системе, благодаря взаимодействию трех компонентов среднего мозга, лимбической системы и развивающейся коре полушарий. И если здесь есть нарушения, то тогда там тоже возможны какие-то проблемы. То есть вот эта схемка. Средний мозг, страх, на базе его формируется средняя стрессовая система, и в процессе формирования опыт, получаемый ребенком, формирует либо ее выносливость, либо ее гиперактивность. И взаимодействие вот этих трех раз, два, три формирует привязанность, которая в дальнейшем становится базой для формирования вот этих сложных социальных чувств. но закладывается все в очень раннем возрасте, еще до того, как хора достигла полного развития. Вот. И с этим связаны сложности. Вот. Чтобы был виден текст, придется это немножко убрать. Вот. Извините, пожалуйста, а в очень раннем возрасте это конкретно? Сколько? Конкретно это, во-первых, это может быть еще, вот стрессовая система может стать гиперактивной только из-за того, что мама пережила тяжелый стресс в последнем триместре беременности. И первые часы жизни, первые дни жизни очень важны. Потому что, если что-то произошло вот в этом возрасте, то потом есть возможности компенсации, но это будет уже компенсация. То есть очень ранний возраст это буквально ранний возраст. Еще до рождения. С привязанностью привязанность формируется позже, но это тоже первые дни и месяцы жизни. Первые годы. Вот. Чувство вины неврожденное, потому что оно базируется вот на привязанности и связано со стрессовой системой. Если у человека не сформировалась привязанность, у ребенка не сформировалась привязанность к ухаживающему взрослому, то человеческие отношения не воспринимаются как ценность. А раз это не ценность, то что их охранять? И вот эта фотография этого странноватого человека это Чарльз Мэйсон. Это он был главой тоталитарной секты и семейным убийцей. И его, ни он, ни его приспешники не испытывали ни малейшего чувства вины за совершенное убийство. И именно психиатрическое обследование вот этих людей стало таким очень мощным толчком для изучения привязанности, механизмов формирования привязанности. Вот. И вторая, вторая картинка, это вот как раз рисунок моей клиентки. Это были нарушения именно формирования у них не сформировался, у них не сформировалась та функция, которая у ребенка формируется вот в те самые первые часы и месяцы жизни. И это было связано, в общем, конечно, с тем, что у матери Мэйсона у нее не было норма, то есть он был заброшен. Он был заброшен в раннем младенчестве. И вот тех стимулов, которые необходимы, чтобы мозг ребенка получал для формирования вот всей этой огромной надстройки, у него просто не было. То есть ухаживающий не обязательно должна быть мать. Да, ухаживающий, да. То есть вот все, вот заткнись, вот тебе пеленки чистить. Вот по такому уровню, видимо. Да, да. То есть он был, да, его кормили и его перепеленывали, но вот всего остального эмоциональной, так сказать, эмоциональной связи с матерью у него не было. Ну, точнее, у матери с ним. Не обязательно у мать. Да, ухаживающий, но его воспитывала мать. Понятно. Вот. И второй рисунок, это как раз вот та моя клиентка, о которой я говорила, и вот этот вырванное из груди сердце, и это, то есть если смотреть просто на рисунок, то кажется, что это какая-то катастрофа в жизни человека произошла. На самом деле ситуация, на которую она так отреагировала, состояла просто в том, что за обедом, когда собралась вся семья и шел какой-то разговор о школе, ее папа сказал, что ее братья, младшие близнецы, они в шестом классе, где они сейчас, учатся гораздо лучше, чем она училась, когда была в шестом классе. Вот. И для девочки это было, это была катастрофа. Папа меня не любит, я папе не нужна, и вот эта вот реакция. На тот момент ей было 19. Вот это пример гиперактивной, гиперактивной стрессовой системы, которая как угрозу воспринимает вещи, которые, в общем, реальной угрозой не являются. Но это связано с... не сформированной привязанностью? Нет, это связано с гиперактивной стрессовой системой, это связано с еще более ранним возрастом. А-а-а. Это связано с еще более ранним возрастом. В истории этой девочки ее 4 дня не кормили после рождения, потому что медсестра считала, что ее кормят грудью мама, а мама, у которой не было молока, она об этом никому не сказала, считала, что ее кормят из рожка, когда ее уносили от нее. И только врач через 4 дня доктор обратил внимание на то, что девочка... Она уже печать перестала. Ну и потом была там еще целая серия других вещей, так что она как угрозу воспринимает все. То есть это нарушенная безопасность и нарушенная ценность жизни, да? Ну, в конечном счете, да. То есть, когда это же все, вот эти ранние нарушения, они в конце концов переливаются на более поздние стадии и обретают вот такую форму отсутствия чувства безопасности, и отсутствия ощущения собственной ценности. То есть получается, что любое событие в раннем детстве может стать причиной какого-то... Кривиза на сужение. Знаете, вот к счастью, все-таки... И тогда захочешь заняться самокомпенсацией, ты даже не узнаешь, с чем это все началось. Да, вот к счастью, все-таки не всякое событие, и мы вот мы все-таки устроены достаточно прочно. Там много всяких компенсирующих механизмов и так далее, и так далее. Но вот у этой девочки вот сложилось так, что там просто мама еще тоже оказалась... Ну, то есть не случайно было, что ее мама четыре дня не интересовалась корнями, ее дочками. В общем, все, как бы скажем так, все не так страшно и фатально, то есть это серьезно, но это не так страшно и фатально, и в нас заложены мощнейшие компенсационные механизмы. Их только надо правильно... Надо знать, где они находятся, и знать, как их запускать. Вот этого мы, к счастью, часто не знаем. Значит, вернемся к проживанию... Вернемся к проживанию вины. Вот способность испытывать и конструктивно проживать чувство вины, выполнить какой-то многоступенчатый процесс. Понятно, что это формируется, и для того, чтобы каждый шаг человек мог в этом процессе совершить, он должен владеть определенным опытом и уметь, и уже владеть определенным поведением. И для того, чтобы он все это сформировал, ребенок все это сформировал, ему надо дать возможность получить правильный опыт. Так вот, к сожалению, взрослые, окружающие, далеко не всегда дают ребенку этот правильный опыт. Ну и вот гиперчувствительность стрессовой системы, она, конечно, тоже очень, очень, очень всему мешает. Вот я сейчас сначала покажу вам... Вот я уже закончила практически эту презентацию, когда наткнулась просто в интернете на работу специалиста Министерства внутренних дел, она психолог, но работает с малолетними правонарушителями. И она на достаточно большом материале, практически экспериментально показала, что дети из дисфункциональных семей при совершении проступков не испытывают чувство вины. Они испытывают страх и тревогу. реакция гиперактивной стрессовой системы. И в профиле ведущих механизмов психологической защиты, то есть они вместо того, чтобы начинать исправлять свою ошибку, они включают психологическую защиту. И психологические защиты это вытеснение, ничего не было, регрессия, ой, я маленький, я, то есть он впадает прямо буквально в инфантильные такие, совсем инфантильные состояния. или проекция, это не я, это вот или оно само, или кто-то другой, кто-то другой виноват. И это, то есть мы часто реагируем на такие вещи с осуждением, но в данном случае этих детей невозможно осуждать, потому что у них не было возможности научиться другим реакциям. Вот, и еще немножко подробнее, хочу вам просто пример тоже из своей консультативной практики, как человек, который в 35, примерно 35 лет, она говорит, что я живу с постоянным чувством вины, но когда мы с ней раскрутили, вот как это все сформировалось, оказалось, что чувства вины у нее нет, оно у нее не сформировано, она живет в состоянии хронического страха отверженности. То есть это гораздо более глубокая и гораздо более инфантильная реакция. И как это сформировалось, вот, ну, просто небольшая история о бабушке, маме и разбитой чашке. Значит, мама забеременела этой девочкой от случайной связи со своим одноклассником. Их потом заставили пожениться, но еще до того, как девочка родилась, папа развернулся и ушел, а когда девочка родилась, мама оставила девочку бабушке и ушла покорять мировые столицы и устраивать личную жизнь. Бабушка педагог, парторг школы. Серьезно. То есть какая, чем для нее была эта ситуация, в общем, можно представить. Это была потеря лица, это было крушение, крушение вообще представление о себе как о хорошей матери, достойном гражданине, члене партии и так далее. То есть это была жизненная катастрофа для бабушки. И внучка для нее оказалась одновременно, с одной стороны, это шансом на реванш, что вот внучку-то я воспитаю как следует, что она вот будет у меня. А с другой стороны, внучка была постоянным напоминанием о дочке. И каждый промах внучки, это было вот, для бабушки это было больно, это было конкретно больно. Вот, и первый случай, который она смогла припомнить, ей было где-то от трех до трех с половиной лет. И она, конечно, очень любила свою бабушку, она была к ней очень привязана, она очень хотела быть послушной, очень хотела быть хорошей, и она хотела помочь бабушке вытереть чайную чашку, которую та только что вымыла. Но чашка была тяжелая, стояла на высоком столе, и она ее не удержала, чашка упала и разбилась. В общем, как бы для ребенка уже достаточно такая, вот, и тут включается бабушка. Ты такая безрукая, ты как твоя мать, ты пойдешь по той же дорожке, ну, и дальше там, она, конечно, не помнит слов, слова, она восстановила уже по, как бы, по последующим, по более поздним воспоминаниям, но это было постоянно повторяющийся паттерн. И девочке три года, она тут же реагирует на что? На бабушкин гнев. Включается что? Страх, что ее бросят. Бабушка гневается, значит, она плохая, значит, ее бросят. Она готова в лепешку разбиться, только бы бабушка перестала сердиться. Вот той логики бабушкиных рассуждений, даже если бы эта логика там была, она воспринять не в состоянии. Ее кора еще просто не формирует логических связей. Вот. И никакого осознания связи между ее действием разбило чашку и бабушкиной реакцией нет и не может быть. Бабушка возлагает на нее ответственность за то, что у нее мама такая плохая. Эта ответственность к ребенку как-то относится? Естественно, нет. Нести эту ответственность она не может. Может ли девочка совершить какие-то адекватные действия, чтобы убрать реальную причину бабушкиного гнева? Не может. Она никак не может повлиять на свою мать. На эти события в прошлом. Вот. Поэтому что делает девочка? Она демонстрирует все защитные реакции, которые только можно. Со временем у нее вырабатывается угождение и так далее, и так далее, и так далее. Но никакой трансформации страха отверженности в какие-то более высокие, более социальные чувства произойти не может, потому что нет логических связей между действия, ущерб, реакция бабушки. Нет возможности принять ответственности. И даже когда девочка растет, логическую связь между гневом бабушки на нее и тем, почему она виновата, что мама такая плохая, она усваивает эту логику, но вот этого истинного понимания, какая здесь связь, его нет, потому что его быть его быть не может. И в результате чувство вины просто не возникает. Оно просто не возникает, для него нет оснований, все заполняет собой вот этот страх. И она говорит, я виновата во всем перед всеми и всегда, но это не чувство вины, это хронический страх отверженности, который перестал быть чувством и стал эмоциональным состоянием. Последствия. Раз не появляются вот эти более сложные социальные чувства, значит, они не дают энергии, значит, нет трансформации личности в сторону большей социализации. Раз невозможно убрать стимул, вызывающий вот эту бабушкину реакцию, значит, ситуацию вот проступка, прожить адекватно, конструктивно, невозможно. Значит, опыт-то человек получает, но что это за опыт? Это опыт постоянного повторения «ты плохая, ты плохая, ты плохая». А что делают с плохими? Плохих выбрасывают на улицу. Иногда в буквальном смысле. Вот это только один из многочисленных сценариев, как формируется то, что часто называют невротическим чувством вины. Я полагаю, что невротическое чувство вины это на самом деле даже и не чувство вины. Там могут быть разные чувства. В первую очередь чувство страха отверженности, страха наказания, тревоги и так далее, и так далее. Но чувства вины как таковой там нет, потому что оно просто даже не формируется. Оно слишком сложное, слишком социальное, и вот на такой базе оно формироваться не может. Если что-то нарушается, до чувства вины просто дело не доходит. Так, это мы уже посмотрели. Ну, и тут вот, собственно, что я уже сказала. Зрелое чувство вины не формируется, а его место занято хроническим страхом отвержением. И потом фразеология, связанная с виной, она усваивается, да, но она не трансформирует этот страх отверженности, она просто на него накладывается и маскирует его. Вот, кроме семейных обстоятельств... То есть ребенку хронически три и даже в шесть лет. вот в ситуации гнева значимого человека, да, фигуры власти, идет... Да, она тут же проваливается в возраст иногда трех, иногда пяти лет. Ну, это можно как-то сказать? Да, 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 мы сейчас проваливаемся до двенадцати, не дальше, чем до двенадцати. Извините, что значит мы сейчас? Кто мы? Что значит сейчас? Просто она моя клиентка. А, понятно. Да, и мы с ней работаем, и, знаете, проживать это не присоединившись не получается, поэтому я... То есть, конечно, она проваливается, но... А сколько лет терапии? Полтора. Динамика? Не очень быстрая, но положительная. От трех до двенадцати не смогла. Просто, ну, там были еще, был еще один очень сильно осложняющий момент, но потом оказалось, что он ей здорово помог. Ну, это... Так. То есть, в общем, роль семьи и раннего опыта, в общем, более-менее проиллюстрирована, так скажем. Но на наш, на то, как формируется у нас чувственный, как мы его переживаем, влияет не только семья, влияет и социальный контекст. И мне бы хотелось предложить вам короткий текст. Короткий такой ответ. Ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Вот на ваш взгляд, когда в обществе случается какая-то ситуация, то чему уделяется наибольшее внимание? Устранить ущерб, помочь пострадавшим, наказать виновного, найти и наказать виновного, создать такую систему отношений, чтобы ситуация не повторялась. найти и наказать виновного. Это было шоу без наказания. Причем даже не обязательно виновного. Да, да, да. То есть иногда слово виновного здесь просто выпадает. Крайне. Потому что далеко не всегда мы в состоянии объективно и адекватно оценить даже вот ту приченно-следственную связь между действиями и событием, которая требуется для того, чтобы утверждать да, вина объективно есть. Меня тут несколько дней назад просто вообще просто вот потрясла новость. В Кирове погибла трехлетняя девочка, которую мама оставила на несколько дней запертой в квартире, причем она отключила воду и спрятала всю еду. Вот. Девочка умерла и началось следствие и следователь арестовал районного педиатра. Причем арестовал, приехав в поликлинику, когда та вела прием, группа захвата зашла в кабинет, надела на нее наручники и вывела ее через центральный вход, посадив машину. То есть понятно, что то есть вот это извините, а пофиг. Ну, надеюсь, там разберутся. Коллеги доктора отреагировали просто чрезвычайно по-человечески. вся поликлиника, а потом весь район написали заявление об уходе с требованием ее освободить. Ее освободили буквально там на следующий день, то есть меньше суток прошло, что реакция была такая, но реакция показательная. Вот, и поэтому я очень сильно опасаюсь, что вот при таких установках, при таком настрое СМИ мы не можем ожидать исцеления того огромного количества невротической вины, от которого в общем, я бы сказала, все-таки мы страдаем, потому что даже если у меня нет такого острого невротического чувства вины, люди, с которыми я общаюсь, его переживают, и я им сострадаю. И вот при таком настрое мы можем ожидать только ухудшения ситуации, но не исцеления. Ну, мы делаем, что можем, как говорил Плапо Иоанн 23-й. Так, значит, мы уже как бы определились, то есть более-менее очевидно, что существует некое здоровое чувство вины, функциональное, которое можно функционально, конструктивно и плодотворно прожить, и есть нездоровое чувство вины. Вот хорошо бы научиться их различать. Вот некоторые критерии для развлечения. Здоровое чувство вины, оно возникает как реакция на последствия своих конкретных действий, причем не всяких, а именно причинивших ущерб, и не всякий ущерб, а ущерб именно в значимом отношении. И осознается такое чувство вины достаточно ясно и в связи именно с этими конкретными действиями. Оно имеет четкие границы по смыслу ситуации. То есть я виноват вот в этом и именно в этом. Я именоват именно перед этим человеком и именно вот за это. И случилось это тогда, 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 я сделал это, это и это, это имело такие-таки последствия. То есть в общем как бы все определено такая как бы все хорошо просматривается. Такое чувство вины стимулирует способность к конкретным решениям и конструктивным действиям. Оно собственно говоря и предназначено для того, чтобы эти решения стимулировать и на действия подталкивать. Оно развивает чувство ответственности. То есть каждый раз, когда мы принимаем на себя ответственность за что-то, что мы совершили, мы тренируем чувство ответственности и это более тренированное чувство ответственности в следующей ситуации помогает нам действовать более разумно и более достойно. То есть чувство вины развивает чувство ответственности и одновременно на него опирается. Чувство вины здоровое трансформируется в более сложные и более социальные чувства. Сочувствие, солидарность, милосердие и так далее. И оно может быть прожито до конца, то есть оно может быть изжито, как иногда еще говорят. И по завершению этого цикла изживания вины приходят противоположные чувства – благодарность и радость. Что мы имеем с невротической виной? Во-первых, оно не связано с какими-либо конкретными действиями. Либо эта связь, ну такая иллюзорная, скажем. Очень часто проследить источник, то есть какое именно действие вызвало это чувство вины, этот источник проследить вообще не удается. И осознание этого чувства не связывается, то есть человек чувствует себя виноватым, он осознает, что он виноват, но в чем он точно сказать не может. И никаких четких границ у этого чувства нет. Я виноват во всем, так было всегда, это потому что я такой, и так всегда будет, потому что это я такой, и плохо от меня всем. То есть весь мир просто кончается, потому что я такой плохой и во всем виноватым. Невротическое чувство вины, особенно учитывая, что очень часто это страх, вот тот самый страх, оно блокирует конструктивные решения и конструктивную деятельность, но зато очень эффективно толкает нас на самонаказание. То есть я не могу ничего сделать со своей виной, я могу только себя наказывать, лишать сладкого, ну это в самых невинных случаях. Невротическая вина питается чувством страха отверженности и страха наказания, а часто к этим двум страхам и сводится. Оно не дает начало более сложным социальным чувствам, наоборот, оно провоцирует как бы провал человека в гораздо более примитивное, в более инфантильное состояние, вызывая вот те самые защитные реакции, например, примитивные. И оно не может быть прожито до конца, естественным путем, если не принять особых мер. И постепенно из чувства оно становится хроническим эмоциональным состоянием. И, соответственно, формирует личность. То есть, скорее, надо сказать, деформирует. Но, вот какая тут есть сложность. Значит, вы помните, да, что чувства срабатывают как по принципу стимул-реакция. А стимулов мы переживаем великое множество. Мы вовлечены в великое множество разных совершенно ситуаций. И, соответственно, переживаний, связанных с виной, у нас может быть много разных. Связанных там с разными ситуациями, с разными обстоятельствами. И некоторые из этих переживаний могут быть невротическими. Но некоторые могут иметь, в общем, здоровую основу. Хотя невротическое чувство вины все равно будут эти даже здоровые переживания, связанные с виной, оно будет их подкрашивать. Потому что вот все переливается во все. Но, тем не менее, говорить о том, что есть вот эти два полюса. Есть здоровое чувство вины, глубоко социальное чувство, и оно стоит на страже взятых нами обязательств перед другими людьми и перед самими собой. И есть невротическое чувство вины. И вот это невротическое чувство вины – это чувство эгоистическое, не в смысле моральной оценки. То есть слово «эгоизм» используется не в качестве моральной оценки. Потому что это форма такого застревания в инфантильном нарциссизме, в поглощенности собой нелюбимым. Вы помните, как та трехлетняя девочка, маленький ребенок и подросток, они нарциссы по своей природе, им надо пережить этот период для того, чтобы сформироваться в нормального взрослого. Но если человек в этом застревает, то вот и получается эта поглощенность самимой нелюбимым. И эта поглощенность, естественно, очень разрушительна и для человека, и для его окружения. Хотя окружение может быть таким, что оно активно использует вот этот крючок для того, чтобы управлять человеком. Но это уже другая тема. В любом случае, этому надо сопротивляться. Вот и невротизированное, особенно невротизированное чувство вины может переживаться человеком субъективно, в частности, и как такой внутренний голос, который обвиняет. Если речь не идет о психическом заболевании, то тогда психология рассматривает этот внутренний голос как такой интериоризированный голос взрослого, который, собственно, выработал у ребенка, у этого человека, еще ребенком, то самое, такой вот патологический паттерн. То есть вот у этой моей клиентки, она слышит голос бабушки. То есть как только что-то не так, тут же включается голос бабушки. Вот. Но я глубоко убеждена, что у этой у невротической вины есть не только психологический, но и духовный аспект. Вот в Откровении святого Иоанна сказано, что низвержен обвинитель братьев наших, обвинявший нас день и ночь. Это сказано о сатане. И он низвержен, когда наступило Царство Христа. И мне тоже приходилось сталкиваться с переживаниями людьми духовного опыта, когда вот этот внутренний голос, обвиняющий, исчезал после экзорцизма. И, в общем, как бы, зная сатану, можно себе представить, что невротическая вина это один из его любимых инструментов. Я тоже в этом глубоко уверена, хотя доказать это научно я, конечно, не могу. Я прошу прощения, может быть, это неизвестный вопрос, но тем не менее. Вы сказали, там, исчезал после экзорцизма. А что в вашей традиции вы называете экзорцизмом? Конкретно, какие действия? Обряд изгнания, ну, до слова духа. Есть молитва, чин, который расписан в требнике католической церкви. Ее молится священник, которому дано поручение. А то есть самому нельзя, это священник должен? Нет, нет, лучше самому этого не делать. А, понятно. Да, спасибо. Лучше самому этого не делать. А с девочкой вы какими техниками работаете? Мы работаем с ней в основном психологическом плане, по крайней мере, пока, потому что там, ну, в общем, на это пока мы не можем касаться даже имени Божьего, просто... То есть духовной составляющей пока нет? Знаете, поскольку работаю с ней я, для меня эта составляющая есть. Но я не могу ее с ней обсуждать пока, потому что... Понятно. Ну, потому что есть на то причина. Да, 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 нет. Вот еще вопрос. По поводу внешнего проявления, вот, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что у него есть вот это вот состояние субъективного чувства вины, это же не всегда значит, что он будет вести себя так, ой, я такой несчастный, меня никто не любит. Нет, нет. Я встречал людей, которые, вот я внимательно сейчас читаю, то есть я внимательно вас слушаю и понимаю, что люди, которые, наоборот, ведут себя так, я ни в чем не виноват. Это вы тут все плохие, они всегда правы. Это то же самое, только, видимо, с другой стороны. Правильно я понимаю? Вот помните там эту цитату из работы психолога из Министерства внутренних дел? Вот отрицание – это один из инфантильных защитных механизмов. Да. И человек, ребенок, у него психологическая выносливость меньше, чем у взрослого. И он не может давить, вот это вот давление обвинений, он не может выносить, он должен как-то от него защититься. И он защищается. Это не я. Это не я. Это не я. И потом дальше развивается агрессивно, то есть более агрессивное поведение, потому что защищать тебя надо все более и более активно. На тебя все больше давят, а тебе приходится все активнее защищаться. Да, вы правы. Да, вы правы. Скажите, а можно вопрос тоже? А если, предположим, ну, например, ситуация, когда на человека никто не давит, а он вот так себя ведет, это что? Знаете, с каждой человеческой историей надо разбираться конкретно. Ну, хотя бы предположительно. Предположительно, мы не знаем, что с ним было раньше. Мы не знаем, что с ним было, когда он был ребенком, какие раны он на себе несет, мы не знаем. Но так вот, как описано, может проявляться, конечно, не только чувство вины. Потому что вот этот товарищ, которого я показывала, этот Мэйсон, он вел себя агрессивно, то есть гордыня там была поистине бесовская, но чувства вины у него не было. Там были другие причины. У него не было чувства привязанности. Вот. Я как раз хотела спросить. Ответила? Почти. Ну, действительно, не знает. С каждым человек, я почему говорю, это схемы. Это схемы. И с каждой человеческой историей надо разбираться отдельно. Руководствуясь, понятно, что какими-то схемами, принципами и так далее. Скажите, пожалуйста, а как формирует, вот какое-то влияние чувства привязанности оказывает на формирование здорового чувства вины? Безусловно, в первую очередь, наверное, должна быть сформирована здоровая привязанность, то есть отношение между ребенком и мамой для ребенка – это высшая ценность. И постепенно, в определенном возрасте, ребенок уже может понять, что то, что он сделал, нехорошо. Не он нехороший, а то, что он сделал, это нехорошо. И мама ему говорит, что это нехорошо, но она его прощает. Но прощает, когда он принимает сам, допустим, извиниться, что-то не изменит. Нет, просто просение, прощение – это гораздо более поздние моменты. А в каком возрасте тогда? Не могу вам так сказать. По-разному. Не могу вам так сказать, но точно после трех лет. То есть заставлять ребенка до трех лет просить прощения, это просто как бы выхолощивать само понятие прощения до какого-то примиряющего, умиротворяющего ритуала. То есть получается, нужно четко разделять с самого детства. То, что ты сделал плохо, и ты плохой. Да, это обязательно. И надо, чтобы… Вот самое главное, если говорить кратко, самое главное, чтобы ребенок видел, что все ошибаются, все что-то делают не так. И для этого есть прощение. И вот этот опыт, опыт в семье, когда что-то идет не так, родители разговаривают, делают что-то, чтобы стало лучше, и прощают друг друга, вот этот опыт, пожалуй, является ключевым. Хорошо. То есть это больше именно опыт, а не теоретические объяснения. То есть даже из наблюдений. Да. Родители между собой конфликтные ситуации решают. Да. И учтите, что ребенок, ведь он воспринимает мир не так, как мы. Мы воспринимаем все через кору, а ребенок это воспринимает все, ну так скажем, через зимбическую систему на уровне чувств. И он это усваивает, вот просто эти модели поведения. Пожалуйста. У меня вопрос. А как быть немножко в другой контекст, в случае с ребенком? Есть тип людей, которые используют ситуацию вины, что другой человек чувствует себя виноватым для манипуляции. Да. И да, самоутверждение. Очень частая ситуация. Что вы можете сказать? Я бы хотела бы что-нибудь на этой теме посвятить. Знаете, вот этой теме можно посвятить целую лекцию. Да, я согласна. Если очень кратко. Нас могут поймать на чувстве вины, это если мы чувствуем себя виноватыми. Надо разобраться со своим внутренним вот этим переживанием вины. Надо освободить себя от этого невротического переживания вины. А какие есть техники для работы, не духовные? Техники. На вскидку. Исследование реальности. То есть вообще самый главный принцип – это преданность правде. Смотреть на реальность открытыми глазами. Вот, собственно говоря, на базе этого есть много разных техник, и проективных, и разговорных, но вот они все исходят из этого. Нами нельзя манипулировать, на моем чувстве вины нельзя манипулировать. Если я знаю, да, я виновата, но только в этом, и я сделала все, что я могла, все. Или если я понимаю, да, это моя слабость, у меня это слабое место, то тогда я это слабо, и я пока не могу от этого освободиться, то тогда я буду от моей… Но я вижу, он мной манипулирует, и тогда, если я это знаю, у меня, я уже могу защищаться от манипуляций. Но главная защита от любого манипулятора – это правда. Извините за автопик, один мой теперь уже бывший знакомый так назанимался этими практиками, что уже перестал отличать чувство фиктивной вины, навязанной от настоящей вины, объективной. Вы знаете, вот это да, это реальная опасность, к сожалению. Увлечение техниками – это вот, к сожалению, реальная опасность. Здравый смысл и преданность правде. Вот это вот… так, можем двигаться дальше? А можно еще, кстати, небольшой вопрос? Вот связь между чувством привязанности все-таки и здоровым… формированием здорового чувства вины – вот это то, что, как я, мне кажется, самое главное, что ребенок эмоционально считывает взаимоотношения, состояние, воспринимает мир эмоционально. Есть какая-то вот еще связь, что, допустим, сильная привязанность с формированным действием, ну, принесенная с годами, она влияет на… каким образом она влияет на формирование здорового чувства вины? Знаете, тут надо сделать поправку. Здоровая привязанность с возрастом проходит… Да, ну, ребенок вырастает… Да, правильно проходит, а что будет? Здоровая привязанность сменяется чувством любви и дружбы. Потому что, когда мы… вот в этом контексте я говорю о привязанности, я имею в виду совершенно конкретный психологический механизм… психофизиологический механизм. Это привязанность в понимании болби, так скажем. Да, 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 да. Вот эта теория привязанность. А с возрастом это сменяется… вот через подростковый бунт это сменяется дружбой, взаимопониманием и любовью, но уже любовью в христианском таком смысле, в зрелом смысле. По отношению к всем? Да. Да. Вопрос. А если застревание в этом трехлетнем возрасте, то так и остается? Нет, не обязательно. То есть оно… С этим можно работать? Нет, в том смысле, что оно может перерасти? Бывает, что и перерастает, да. Бывает, что и перерастает. Ну, Бог дает много возможностей. На самом деле Бог дает нам много возможностей. Ну… Извините, а можно все-таки наконец до конца? То есть… До конца нет, не смогу. Нет, смотрите… Разрешите, я могу помочь. Извините, пожалуйста. Нет, я могу ответить на вопросы, пожалуйста. То есть, каким образом зрелая привязанность сменяется любовью, дружбой и помогает формированию социального чувства? Правильно? Здоровое чувство? Ах… Потому что все равно как-то мы от точки уходим. Знаете, вот я только не умею… Я не могу ответить на Ваш вопрос тем ответом, который Вы хотите получить. Давайте я Вам помогу. Я тоже психолог. Ответьте, пожалуйста. Слушала. Ну, если я правильно понимаю Ваш вопрос, то мать в симбиозе, вот в этой симбиотической связи, она дает чувство безопасности своему ребенку. Да. И она помогает ему прожить его первые какие-то чувства, с которыми он сталкивается, как вина и стыд, например. Когда он что-то сделал, не знаю, кинул игрушкой или вцепился ей в волосы и начинает тянуть, а ей больно. И она не говорит, что «Ах, ты гад!» Ну, это понятно. Зайчик, маме больно. Ну, конечно. Давай мы просто сейчас отпустим волосы, да, и так далее. Как-то помогает ему, там, начинает его гладить и говорит о том, что ничего страшного не произошло. Но при этом, да, не нужно маме так делать, потому что маме больно. То есть она ему эти связи устанавливает. Она ему помогает это прожить, оставаясь с ним в контакте, оставаясь в контакте со своими чувствами и входя в контакт с его чувствами и оставляя его в безопасности. Укачивает. То есть вы считаете, что это исчерпывающее объяснение, да? Я не знаю, исчерпывающее ли оно для вас, я просто вам вот пытаюсь оборвать. Знаете, я все-таки боюсь, что здесь, я не уверена, что вообще здесь можно дать исчерпывающий ответ. То есть очевидно, что эти вещи очень связаны. Да, да, но слишком сложно. И что есть механизмы, которые срабатывают, но механизмов много. Угу. Вот. И... Это один. Да. Поэтому, ну извините. Спасибо. Все видения не обладаем. Спасибо большое. Да, это был очень хороший пример с этими волосами. Вам спасибо. Угу. Так. Ну и наконец, у нас осталось еще немного времени для того, чтобы постараться разобраться с преодолением чувства вины. То есть понятно, что в преодолении нуждается только невротическое чувство вины, хотя в нас невротические и здоровые переживания вины, они перемешаны. Вот. Поэтому самый... И опять же, здесь я могу дать только очень общую схему. И в качестве основы для этой схемы я, честно говоря, я честно искала, но я не нашла ничего лучшего, чем те условия, которые католическая церковь рекомендует для исповеди. Вот. Католическая церковь рекомендует для чего? Для исповеди. А. Да. Потому что что такое исповедь? Это таинство предназначенное для примирения, то есть фактически для восстановления отношений с собой, с Богом и ближним. Вот. И давайте попробуем соотнести просто этот вот духовный и духовно-психологический все-таки, я бы сказала, вот с той схемой конструктивного проживания, с которой мы начинали. Значит, два первых этапа — совершение действий и узнавание его последствий и осознание связи между действием и ущербом. В чем заключается суть как бы деятельности вот на этих двух этапах? Человек познает и осознает, что произошло в реальности. То есть он просто смотрит на факты, на то, как это выглядит, на то, как это выглядит с точки зрения другого человека, на то, как это выглядит с точки зрения каких-то других нравственных, может быть, критериев или финансовых, в конце концов. То есть с самых разных объективных показателей. Вот. И он отвечает на вот эти совершенно конкретные вопросы. Что на самом деле произошло? И если говорить о манипуляциях виной, да, то первый вопрос, который надо задать, вот он меня обвиняет в этом. А что на самом деле произошло? А на самом деле произошло вот это и это. А что из произошедшего сделал я? И каковы на самом деле последствия моих действий? И какова на самом деле связь между моими действиями и последствиями? То есть это такое, в общем, изучение, изучение реальности. Что рекомендую? Это же первый этап, да? Да. Это вот первый и второй вот эти вот две стрелки. Но это первый этап внутренней деятельности, да. Тщательное испытание совести. Тщательное и честное испытание совести. Фактически это и есть изучение внутренней и внешней реальности, связанной вот с этой ситуацией. Следующий этап. Человек осознает, и осознание приводит к переживанию чувства вины, трансформации дальнейшие этих чувств и принятию на себя ответственности. Что рекомендуется в связи с исповедью? Искреннее сожаление о своих грехах. То есть раскаяние. А раскаяние открывает двери солидарности, милосердия и так далее. И твердое намерение больше не повторять того, что случилось. И, наконец, последний этап. Ущерб должен быть по возможности устранен. Нужно все сделать для того, чтобы восстановить отношения. И искреннее признание своей вины очень часто бывает важным условием для восстановления этих отношений. Уж для восстановления отношений с самим собой признание «да, я виноват», оно просто абсолютно необходимо. Ну и условие искреннее исповедание греха. Ну, в церкви перед священником, но здесь перед самим собой, перед тем, кому ты повредил. И посильное возмещение ущерба. То есть это как бы такой универсальный алгоритм, в котором очень много здравого смысла и который базируется на наших психологических особенностях. То есть он основан на хорошем знании человеческой природы. И вот все эти этапы, их стоит проделать в первую очередь для того, чтобы отделить те переживания, связанные с виной, которые имеют здоровую основу, от переживаний невротических. Потому что, говорю, в нас это все помешано. И надо сначала отделить мух от котлет, а уже потом разбираться. Вот. И те переживания, которые имеют такую конструктивную основу, их надо просто завершить вот тем по тому алгоритму, который мы рассматривали, и тогда все будет изжито. И как бы поднимешься на новый уровень, потому что новый конструктивный опыт он очень здорово поднимает. А вот для того, чтобы разобраться с невротической виной, придется проделывать специальную работу. Ну, по крайней мере, вот проделывая этот анализ реальности, вы поймете, в каких областях присутствует вот эта невротическая вина. И тогда уже как бы с каждой областью можно будет работать особо. И есть такое качественное исследование Хью Гордона. Он работал с обитателями дома престарелых, многие из которых испытывали чувство вины. И он провел много интервью, сделал, в общем, качественный анализ этих интервью. И он выявил всего три типа как бы событий, стимулов, которые покрывают, в общем, все ситуации болезненного чувства вины, которые ему рассказали вот эти люди. Первое – это вина за проступок. Мы, собственно говоря, вот все время были в этой области вины за проступок. Второе – это вина за несовершенство. Я должен быть вот таким, а я вот какой. И вина за отверженность. Вот это вот интересная вещь, потому что здесь присутствует некий парадокс, что отвергают меня, но виноватым чувствую себя я. То есть я чувствую себя виноватым за те действия, которые совершают другие люди. Но здесь такая… то есть это… логически это обосновывается потом. Отвергают тех, кто плохой. Если меня отвергают, значит, я плохой. Но стартовая точка вот этого переживания, она не логическая. Она все та же вот в том самом раннем опыте и в гиперактивности стрессовой системы. И в сломе чувства привязанности. Можно ли предположить, что все эти люди оказались в печальной ситуации дома престарелых именно из-за вот такого вот сложного и радостного отношения к себе? Нет, вы знаете, я думаю, что так предположить все-таки нельзя. По крайней мере, как бы материалы статьи не дают никаких оснований для такого предположения. Тем более, как вы видите по фамилии, это делалось не на материале российском. Но в Америке вообще принято, что родители очень часто живут дома престарелых. Но, Наталья, может быть, это уже отдельная большая тема. Здесь чувство отверженности не связано ли оно с социальным аспектом чувства вины? Очень может быть. Очень может быть тоже. Потому что там наверняка были разные ситуации, разные случаи. Очень может быть. Потому что за жизнью человека накапливается много разных поступков, много разных вообще ситуаций. Каждую человеческую историю надо разбирать отдельно. Но как группа у него выделилось вот это чувство отверженности. За что именно? Имей в виду в более общем плане, то есть здесь, как бы, может быть, срабатывает механизм подстройки под общество. То есть, чтобы меня приняли в группу, чтобы не быть отверженным. Мне надо стать лучше. Да, мне нужно как-то подстроиться. Если у меня не получается, то больше, может быть, чувство какой-то неадекватности. Знаете, вот на самом деле это, опять же, чувство – это вещь интегральная. И можно представить себе, что вот эти три категории – это как бы три вот такие вот локуса, которые между собой как-то взаимодействуют и как-то связаны. Перетекают одно в другое. Да, то есть здесь может быть, то есть потенциально чувство вины, которое вот мы рассматриваем в таком более индивидуальном плане, то есть оно потенциально имеет именно этот такой социальный аспект, да, социальное значение. Ну, в данном случае, опять же, в таком извращенном понимании, да? Ну, я не уверена, что я понимаю смысл вашего… Я не понимаю вашего смысла. Я, может быть, не очень неудачно вас промыслал, так что… Я не уверена, что я понимаю вашего смысла. Never mind. Продолжайте. Я… Я почти закончила. Вот. И он в качестве, ну, так сказать, для каждого типа вины он предлагает свой тип лекарства, так скажем. И если это вина за проступок, то для того, чтобы избавиться от этой вины за проступок, надо получить прощение. Если это вина за несовершенство, то надо получить признание, что ты всё-таки… Ну, что что-то совершенное в тебе есть, что-то достойное в тебе есть. Если это вина за отверженность, то надо получить принятие, что хоть что-то, что в тебе можно принять, в том, что тебе достойно принятие, в тебе есть, и тогда это как-то исцеляет один локус и может распространяться как бы дальше на личность, дальше по личности. То есть, есть вот эти три локуса вины, да, и есть три локуса лекарства, так скажем. Вот. Ну, конечно, всё это, конечно, всё это между собой взаимодействует. Вот. Но… Ещё одна небольшая вещь. Тут почти не видно на первой стороне. Очень хорошо, да. Разбеживает. Но для того, чтобы вот эти лекарства принять, и для того, чтобы они подействовали, нужна достаточно большая доза смирения. Да. Вот. Вот. И чувство, оборотное чувство, оборотная сторона невротической вины – это очень часто ещё и гордынь, да? Ну и поскольку вина – это чувство, связанное с социальной природой человека, то и возникновение вины, и облегчение вины – это всегда вопрос отношений. И поэтому мы от других должны получить принятие себя, прощение и признание каких-то своих достоинств и достижений. Но у этого есть и оборотная сторона. Поскольку мы тоже люди, вовлечённые в эти отношения, мы не только получающая сторона, то мы способны, любой из нас способен дать другому человеку, не каждому, но достаточно многим, гораздо большему числу, чем кажется на первый взгляд, мы можем дать принятие просто того факта, что человек есть. И уже это достаточно. Мы можем дать прощение проступков, по крайней мере совершённых в отношении нас, и можем дать признание достижений, каковы бы эти достижения, какими бы маленькими эти достижения человеку не оказались. То есть это вопрос постоянного взаимодействия. Да. Ну и... Да. Да. А можно спросить у вас, Наталья? Всё-таки не до конца понятно мне было, как работать с нейротическим чувством длины. Потому что то, что вы сказали, осознать и исследовать реальность – это первый этап, он важный, но он никуда не продвигает дальше. Вы знаете, он и правы, и нет. Иногда, то есть есть круг случаев, когда просто сам факт осознания реальности освобождает от чувства вины. То есть, конечно, вот в той истории с бабушкой, мамой и разбитой чашкой это не тот случай, когда просто осознание реальности может освободить от чувства вины. Но если это переживание взрослого человека и возникшее уже в достаточно сознательном возрасте, то само осознание реальности того, что произошло, очень сильно облегчает давление вот этой нейротической вины. Но вы правы, из вот этого первого этапа ещё не следует куда идти дальше. И я просто не в состоянии рассказывать об этом, потому что вот, то есть я, всё, что я говорила, это первоначальная схема. А где вы почитать? Можно? Вот почему-то адресуете? Почитать сайт, материалы, какая-то связь с вами? Ну, связь со мной, это пожалуйста. У меня есть телефон и электронная почта. Да, можно? И ватсап, да. Вот. А почитать... Знаете, очень хотелось бы отправить вас просто в интернет и как бы там наберите и найдите поиск, но там выплывает столько такого, что это просто небезопасно. Знаете, вот я, к сожалению, не готова, я не подумала о том, что надо сделать, надо сделать какие-то, какие-то рекомендашки. Отец Виктор, мы можем же это сделать в качестве, там, приложения? То есть я, у меня есть, у меня есть много книжек, да, которые мне там, которыми я сама руководствовалась, которые я использую, когда работаю с клиентами. Не, Наталья, если хотите...